Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Вгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте это видео, и если есть желание на сердце, поддержите нас молитвенно и финансово. Спасибо за все, за каждый дар, за вашу любовь, за вашу искренность. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень важную, как мне кажется, для нас с вами тему. Поэтому, и тема эта возникла, друзья, из того, что слышу, вот недавно я вернулся с одной поездки, встречался с очень дорогим и влиятельным в христианском нашем мире пастором с одним, и мы заговорили за тему, и я ему говорю, послушай, у нас совершенно не развит христианский арбитраж. То есть, те, кто обвиняет людей очень часто, даже в церквях или в союзах где-то, они же, вот, скажем так, прокуроры, да, прокурор обвиняет на судебном процессе, они же становятся и судьями. То есть, они обвинения, никакой защиты обычно людям не дают. Они же становятся и судьями, сразу осуждают, пишут бумаги, директивы. Я скажу, наверное, сначала за священников, за пастора, за епископов, которых и отлучали, и гнали, и письма всякие выставляют на всякие сайты, их очень много. И у них один вопрос. Вот я разговариваю с братьями во всем известном союзе, очень много таких. Вот, и большинство задает вопрос, почему, почему даем шанс грешным людям приходить ко Христу, но, если кто-то оступился, кто-то упал, руку не подают, стараются затоптать, выгнать, исключить сразу из церкви, из братства, из союза, что это за христианство такое? Почему мы так поступаем со своими священнослужителями? Кто из вас без греха? Бросьте камень. А вы знаете, оказывается, их столько безгрешных у нас. Бросают не просто камни, булыжники, проламывают головы, рушат судьбы, рушат семьи, рушат настоящее и рушат будущее тех священников, которые оступились. Вместо того, чтобы подать им руку. В разных вопросах все люди падают. У всех есть свои трудности, у всех, скажу больше, есть свои скелеты в шкафах. И когда это выходит наружу, вместо того, чтобы помочь, поднять человека. Вот разговаривая с братьями, все как один говорят, очереди сегодня стать пастором церкви не стоит. В России нет ее. Их все меньше и меньше. Дети пастырей не хотят становиться священнослужителями. Они видят все трудности, они видят всю ложь, они видят все, с чем сталкиваются их родители на своем служении Богу и людям. И категорически не хотят продолжать это дело. Есть у некоторых, конечно, дети, кто идет, у кого-то это семейный бизнес, у кого-то это призвание по-настоящему. Мы должны говорить об этом честно и откровенно тоже. Но что с нами происходит? Почему? Почему нет настоящих арбитров? Куда обращаться людям? Куда обратиться к пастору, которого обвинили в финансовых растратах? Кому он может доказать? Он показывает, он рассказывает. Я знаю историю одного даже, он полпредом был здесь по Москве, Михаила Антонова. Его имя залили, хотя кто-то, самый-самый там у них начальствующий, обещал, что Михаила защитят, его не бросят. Они написали кучу писем, они его сняли. Сначала с пасторства отлучили, выгнали из церкви. Все. Нет никакого прощения. Нет ничего, что могло бы помочь человеку. Они отправляют его, и таких историй мне приходят, мне пишут, мне звонят пастыри, которых жизнь была разбита, уничтожена. По 20, по 25 лет в служении. И в один момент их просто снесли, вынесли. И имя очернили, опозорили. Я прохожу такие же времена. Ну, видите, Бог дал мне такую благодать, проходить все спокойно, с миром в сердце, никого не судить, не осуждать. Но, еще раз скажу, быть зеркалом, показывать. Посмотрите на себя. Посмотрите, что происходит в церкви. Я благодарю Бога за это пророческое помазание. Еще раз возвращаюсь к арбитражу. Я много раз предлагал, и предлагаю, и буду предлагать, создать в нашей, хотя бы в протестантской среде, систему арбитража, чтобы каждый священнослужитель, пастырь или епископ мог бы обратиться к нам ли, или в какую-то структуру, которую мы создадим. Не в плохом смысле этого слова, а действительно из умудренных священников, пастырей, епископов, которые, может быть, уже даже ушли на покой, не служат. Их очень много во всех христианских наших, в протестантских деноминациях. И у литеран, и у баптистов, и у пятидесятников есть такие люди, которые вызывают доверие, и которым доверяют очень многие. И, чтобы человек мог обратиться и сказать, я хочу, чтобы вот этот человек разобрался между мной и между, может быть, моей конфессией или моей ассоциацией, моей деноминацией. Посмотрели и вынесли свой вердикт, и сказали им, виноват или не виноват. Такие случаи уже были. Были в Евангельском альянсе, когда один союз обвинял даже генсека Евангельского альянса в каких-то проступках во всем. И Евангельский альянс вмешался тогда. И было два расследования, и вынесли вердикт, что нет, мы не находим никакой вины в этом, братья. Что все обвинения, они не имеют под собой вообще никакого основания. Вот это честно, вот это по-братски, вот это по-христиански. Друзья, давайте стремиться к этому. Давайте не будем выталкивать тех, кто, может быть, оступился, а, может быть, его оговорили. Таких примеров в истории церкви очень много. Давайте будем подавать руку тем, кому она нужна. Давайте будем подставлять свое плечо тому, кто сейчас под тяжестью, давлением или обвинением, или еще чем-то. Давайте будем рядом, давайте будем как Христос, который говорит, кто из вас без греха первым? Прось в нее камень. С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Спасибо за все, за ваши молитвы, за вашу финансовую поддержку. Номера карты вы найдете в конце этого видео, под описанием. Спасибо вам. Благослови всех, Господь. Спасибо. 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 Спасибо.